29 июня 1941 года. Началась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны. Битва за Заполярье, оборона Заполярье, боевые действия во время Великой Отечественной войны, проходившие на территории Мурманской области, Северной Карелии и Пицама, на Баренцевом, Белом и Карском морях. Действия шли между Советским Союзом, при поддержке британских войск, и немецкими, и финскими войсками с 29 июня 1941 года по 1 ноября 1944 года. В рамках боевых действий против СССР немецкое командование планировало захватить Кольский полуостров, и на то было несколько причин. Во-первых, важно было взять незамерзающий порт Мурманск-базу Северного флота СССР. Со страной порт соединяла Кировская железная дорога, по ней быстро. Доставлялись военные грузы, поэтому Гитлеру было необходимо срочно её перерезать. Немецкое командование было заинтересовано также в месторождениях полуострова. Здесь шла добыча никеля, который был необходим для немецкого военно-промышленного комплекса. У финнов в этой операции был свой интерес, по их планам Кольский полуостров должен был стать частью Финляндии. Для этих целей была сконцентрирована армия Норвегия в составе трёх корпусов двухгорных немецких и одного финского корпуса. Армию возглавлял генерал-полковник Николаус фон Фалькенхорст. В ней было 97 тысяч человек, 1037 орудий и миномётов и 106 танков. Кроме того, Норвегию поддерживала часть сил 5-го воздушного флота и военно-морских сил Германии. Со стороны военно-морского флота в сражения участвовали 55 военных судов, потом к ним присоединились ещё 27. С советской стороны выступала 14-я армия, занимавшая оборону на Мурманском и Кандалакшском направлениях под командованием Валериана Фролова. Она включала в себя 4-й стрелковый корпус, 14-ю, 52-ю стрелковые дивизии, 1-ю танковую дивизию, 1-ю смешанную авиадивизию, 23-й укреплённый район и ряд других соединений. В армии было 52,6 тысяч человек. Личного состава – 1150 орудий и миномётов, 392 танка. С моря 14-ю армию прикрывали корабли и авиация Северного флота, 116 самолётов и 30 военных судов. Помощь советским войскам оказывали и сами жители Мурманской области. Добровольцами на фронт ушли более 50 тысяч человек. Битва за Заполярье была трудной для обеих сторон. Виной тому местные климатические условия – горная тундра, болото, огромные валуны, длинная полярная ночь. 29 июня 1941 года немецкие и финские войска начали наступление, нанося главный удар на мурманском направлении, но 4 июля у реки Западная лица они были остановлены советскими войсками. Противнику не дали выйти к железной дороге, заставив германскую армию обороняться. Во второй раз действия в мурманском направлении начались 8 сентября 1941 года, но немцев снова ждала неудача. Через 9 дней 14-я армия при поддержке авиации и артиллерии Северного флота нанесла контрудар и разгромила 3-ю горнострелковую дивизию. Несмотря на это, Гитлер не оставил попытки взять Мурманск. Но к весне 1942 года, когда он снова стал приближаться к городу, советские войска тоже готовили наступление и первыми ринулись в атаку. Хоть им и не удалось отбросить противника за линию границы, наступление немцев тоже было сорвано. Тогда немцы начали обстреливать город и почти полностью сожгли его, но остановить работу порта им не удалось. Осенью 1944 года, после выхода Финляндии из войны, советская. Армия перешла в наступление и сумела вытеснить немцев с территории СССР в результате Пицама-Киркенецкой операции. К 1 ноября район Пицама был полностью освобожден, а в Заполярье закончились боевые действия. В итоге немецкому командованию не удалось достигнуть в Заполярье ни одной из поставленных целей. Войска противника понесли значительные потери, и действия немецких военно-морских сил на советских северных коммуникациях были ограничены. Советские же войска не только освободили районы Заполярье от захватчиков, но и оказали огромную помощь в освобождении Норвегии.